Посёлок Васильевский мох встречает гостей кучей мусора. Ещё при въезде становится ясно. С уборкой отходов здесь не всё в порядке. На каждом углу в посёлке стоят переполненные контейнеры. Особенно же выделяется улица Почтовая. Масштаб свалки увеличивается, а до ближайшего жилого дома рукой подать. Местные с содроганием сердца приходят сюда, чтобы выбросить мусор. Но другого выхода у них нет. Я даже боюсь контейнером. Крысы даже шипят, они сидят друг на друге. Крысы. Это ужас какой-то. Администрации ничего не надо. Вот в такой помойке живём. Жители посёлка Васильевский мох регулярно платили по счетам управляющей компанией «Уют», занимающейся уборкой отходов. Николай Ефимов и его сельчане, несмотря на мусорный коллапс, в очередной раз пришли к дверям компаний, чтобы рассчитаться за апрель. Но там их ждал неприятный сюрприз. Фирма закрыта. И даже сами сотрудники «Уюта» не могут попасть внутрь. Говорят, местные депутаты самовольно поменяли замки. Я сам бывший полицейский. Я не знаю, как так можно взломать дверь организации и вставить свои замки, чтобы люди не могли туда войти. Я шёл туда с жалобой. Я не могу претензии свои предъявить управляющие компании. Люди не могут, жители посёлка, оплатить свои услуги. С них потом будут брать пень или ещё что-то. По словам главы администрации, это была крайняя мера. А что нам делать? А что нам делать? Долги они нам не платят за наим помещение. Повлиять на них мы не можем. Беспорядки начались с приходом нового главы администрации посёлка. Говорят местные, мусор стал яблоком раздора между уютом, организованным ещё при старой власти, и новым руководством посёлка. Жители Васильевского мха задаются вполне логичным вопросом. Где пропадают их деньги, которые они каждый месяц исправно платят уюту? Нашей съёмочной группе удалось встретиться с директором компании, чтобы лично ему задать этот вопрос. По кассе проходит менее 50 процентов платежей. Фактически только хватает по минимуму что-то делать. Сейчас, я думаю, то, что в ближайшее время решится этот вопрос. То есть, как бы с управляющей компанией всё-таки, может быть, какая-то вторая появится или останется только мы, и вопрос будет решён. Как именно будет решён вопрос, директор уюта ответить не смог. Так или иначе, заложниками ситуации стали простые люди. Ветер каждый день несёт на их садовые участки и множество мелкого мусора. Вооружившись полиэтиленовыми пакетами и перчатками, местные ежедневно выходят на субботник. Но убранный с участков мусор снова оказывается в переполненном контейнере. Екатерина Карпова, Илья Чечин, Рентовый пилот.